Многострадальный вант в Сочи определен инвестор, который достроит проблемные жилые комплексы на Мамайке. Шум моторов, отсутствие пункта полиции, работа общественного транспорта. Стали известны вопросы, которые больше всего беспокоят жителей Центрального района Сочи. Анатолий Пахомов провел очередной сход граждан. Операция «Автобус». В Сочи госавтоинспекторы обнаружили 14 неисправных рейсовых машин. Черное море раскрасили парусами сильнейшие яхтсмены страны. В Сочи стартовала Национальная парусная лига. Специально для сочинских зрителей на берегу работает комментатор. Глава Сочи провел рабочую встречу с обманутыми покупателями квартир. Решение о проведении серии таких совещаний было принято на прошлой неделе в Доме культуры Центрального района. Именно там было заявлено, что по каждому объекту из проблемного списка домов будет создана рабочая группа. Возможно, отдельным объектам удастся избежать сноса в случае, если экспертиза докажет их пожара и сейсмобезопасность, а также наличие необходимых коммуникаций. Анатолий Пахомов пригласил собственников помещений сразу двух объектов – Ленина 46 и Яблочная 2А. Эти многоквартирные дома объединяет тот факт, что построены они без разрешительной документации на участках для ИЖС. Рабочая встреча с мэром курорта – возможность для собственников найти решение проблемы и оформить их законные права на приобретенные квартиры. Семиэтажный многоквартирный дом общей площадью около 2000 квадратных метров расположен в центре Адлера на Ленина 46. Застройщик в судебном порядке, не привлекая к участию в деле администрацию города, зарегистрировал право собственности на квартиры. Узнав о решении суда, администрация его обжаловала. В итоге Краевой суд отменил решение. Теперь права собственности граждан на квартиры в этом доме могут быть аннулированы. Ирина Терехова покупала квартиру в этом доме не у застройщика, а у такого же собственника. Рассказывает, что, несмотря на проблемы с коммуникациями и судебные тяжбы, не могла даже представить, что дом могут снести. Встреча с главой осталась довольна. Теперь она и другие собственники знают, какие шаги можно сделать, чтобы не допустить сноса дома, в котором они проживают. Я считаю, что встреча была не зря. Нам дали понять, как нам действовать, чтобы все было соблюдено законно и ситуация разрешилась с нашим домом. Судебное заседание по этому дому состоится 2 апреля. До этой даты собственники должны обратиться в прокуратуру города, чтобы та признала их потерпевшими. Велика вероятность, что в таком случае суд встанет на сторону обманутых покупателей. Другой самострой – восьмиэтажный дом на Яблочной. Собственники 35 квартир в нем постоянно оставались то без света, то без воды. Застройщик не предусмотрел необходимые коммуникации для такого дома. И только после решения суда он был обязан за свой счет подвести необходимые сети. Сейчас в доме имеется стабильное подключение к водоснабжению. С электричеством вопрос тоже практически решен. Запрошены технические условия на подключение к мощностям, достаточным для эксплуатации многоквартирного дома. Теперь перед собственниками жилых помещений стоит одна проблема – узаконить свои квартиры. Для этого им в первую очередь также необходимо, чтобы суд признал их потерпевшими. Далее у нас будет решаться земельный вопрос, поскольку пока мы находимся на двух участках, и их должны объединить в один для того, чтобы мы могли решить дальнейшие свои проблемы по дому. И в этом сегодня нам оказали существенную помощь представители администрации и Анатолий Николаевич Пахомов, порекомендовав нам пути решения наших проблем. Как в очередной раз отметил Анатолий Пахомов, подавать в суд на снос незаконных объектов – прямая обязанность муниципалитета. Но в некоторых случаях у обманутых покупателей есть возможность избежать сноса. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания «Ивкаты». Но сегодня же стало известно, что в Сочи решат проблему еще одного недостроя. Потенциальный инвестор найден для ЖК «Ямайка». Закрыть вопрос обманутых дольщиков на улице Крымская взялась крупная строительная фирма из Ижевска. С застройщиком накануне встретился мэр курорта Анатолий Пахомов. Не так давно Ижевская фирма взялась достраивать два объекта в Краснодаре. Теперь присматривается к проблемному объекту компании «Вант», который входит в концерн «Зао Сафи». Обратить внимание на один из самых проблемных домов курорта потенциальному инвестору было предложено еще в начале года. За это время удалось создать рабочую группу и изучить объект. В комплекс ЖК «Ямайка» входят семь объектов. Пять из них строились по закону, а два других – самострои. К тому же земля под домами была оформлена неправильно. Властям Сочи удалось найти компромиссный вариант для оформления документов на землю и выдачи разрешения на строительство. Также подобрали участок, который можно будет предоставить инвестору в качестве компенсации расходов на достройку. Лола Алиева – одна из дольщиц ЖК «Ямайка». Взяв ипотеку-квартиру, в центре Сочи надеялась через год заселиться в нее семьей. Но уже на протяжении 10 лет живет только с надеждой на собственное жилье. Объект был достаточно успешный. Один из лучших в городе и строился практически круглосуточно. Но по каким-то причинам в 2008 году случился либо кризис, либо что. Все это остановилось. И мы все это время решаем нашу проблему путем снятия съемного жилья. У нас есть большие надежды на то, что этот инвестор не бросит нас. Если он возьмется за нас, он нас достроит и передаст нам ключи от наших квартир. Дольщики надеются, что их проблему удастся решить уже через два года. Но после сдачи долгостроев может появиться другая – нехватка мест в школах. На курорте уже построено 10 новых школ. Три будут сданы в этом году, еще пять в работе, в том числе и в микрорайоне «Мамайка». Но даже этого количества недостаточно для всех жителей курорта, отметил Анатолий Пахомов. И как одно из условий – необходимо строительство социальных объектов. Проблема и детский сад, и школа. И вам надо понимать, что какое-то обременение придется делать. Все понимают, что строить жилье надо прекращать в Сочи. Либо мы просто не можем город сделать миллионником, он не может быть курортом потом. Потому что те люди, которые поселятся туда, им надо работать. Для того, чтобы работать, надо рабочие места создавать. Школу-социалки. Ну, школа-социалка, а дальше это же, ну, мегаполис, миллионный город курортный. Это нонсенс. В прошлом году реестр обманутых дольщиков в Сочи состоял из 28 объектов. Сейчас в списке остались 20. Для 15 из них найдены инвесторы. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сегодня же в нем Минкондратьев провел ряд совещаний, посвященных строительству важных социальных объектов. Учреждения образования и 10 спортивных комплексов, которые возведут в разных районах края. Участие в заседании приняли заместители главы региона, руководители краевых ведомств и министерств. Они отчитались о том, на какой стадии сейчас находятся объекты. Планируется, что проект новой Краснодарской школы будет готов в текущем году. А к 2020 приступят к возведению. На данный момент завершаются подготовительные работы и получены заключения экспертов. Еще на встрече обсудили открытие Патриотического парка в Денском районе. На его территории будет несколько тематических зон. Этот объект прежде всего станет местом притяжения для школьников и студентов со всего региона. Как рассказали на встрече, строительство Центра Патриот включат в муниципальную программу развития физической культуры и спорта. Также на Кубани в ближайшее время приступят к проектированию районных центров единоборств. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский Кабрис». Торговая галерея напротив Агропрома. Оценка «Неуд» за неисполнение поручения губернатора. В этом месяце в двоечниках оказались «Горячий ключ», «Белоглинский» и «Обширонский» районы. Внямин Кондратьев провел час контроля, на котором в деталях разобрали, где и как срывают поставленные задачи. Обычно после таких совещаний все сдвигается с мертвой точки. Наши краснодарские коллеги расскажут все подробно. Никаких долгих вступительных речей и особого протокола. Все строго по-рабочему. Час контроля для кубанских чиновников как выход из зоны комфорта. Министры, руководители департаментов, мэры крупных городов и главы небольших районов. Все с увесистыми папками документов по исполнению поручений губернатора. В этом месяце у контрольного управления меньше всего претензий к Белореченскому, Кавказскому и Павловскому районам. В двоечниках «Горячий ключ», «Белоглина» и «Обширонский» район. Это не просто исполнительская дисциплина. Это те поручения, которые в первую очередь основаны на проблемах людей, о которых они говорят мне, о которых они пишут в администрацию края. Это не для меня нужно. Это для того, чтобы на самом деле жители ваших районов, коллеги, они ощущали, что власть работает в районах этих и добивается результата. Знаете, есть деятельность власти, а есть эффекты деятельности власти. Вот эффект тоже немаловажно роль играет. Эффект вызывает то, что у людей на слуху, на виду, что долго не делалось. Поэтому для себя приоритеты расставьте. Сбой с расстановкой приоритетов произошел в Белоглинском районе, докладывает начальник контрольного управления. В записях Максима Туровца, кажется, можно найти любую деталь любых неисполненных поручений. Причем срока давности у них нет. Пока задание не будет выполнено, с контроля его не снимут. В мае 2017 года в ходе рабочей поездки было поручено организовать и провести ремонт центрального стадиона в Белоглине. До настоящего времени поручения не исполнены. Как не исполнены еще два поручения губернатора и тоже по спортивным комплексам, которые не могут достроить несколько лет. Знаете, вот я вам что скажу. Вот у вас третий спортивный объект, поверьте мне, вот этот заместитель, который за это отвечает, Я бы мог с вами согласиться, что там что-то, ну в первом случае не срослось. Но во втором, в третьем, эта система не срастается. Вы его просто отправьте уже там, где может быть он будет более полезнее вам, но не на этой должности, еще раз подчеркиваю, не на этой. Он не умеет элементарное сделать, даже документы подготовить, сделать так, чтобы результат был. Не умеет. А вы говорите, у него три случая подряд. Это что, снаряд случайно не падает? Здесь не может быть никаких оправданий. Дети вырастают, которые могли бы там заниматься, они уже стали старше. И в их памяти останется не отреконструированный стадион, а вот то, что сегодня есть. А это же та молодежь, которая тоже будет делать сегодня и завтра. В этом-то смысл. Вот об этом. Почему надо делать все вовремя? Ну, виноваты, как бы не снимают себя вины. Вы мне это скажите, когда вот четко, когда вы приступите к строительству и реконструкции? Это будет капитальный ремонт стадиона. Ну и я надеюсь, что мы приступим к нему, опять же, после того, как нас включат в программу. Совещание по контролю за исполнением поручений главы региона сегодня отошло от привычного формата. Кроме чиновников, на встречу был приглашен обычный человек, не имеющий отношения к политике. Алексей Войчик, индивидуальный предприниматель. Занимается мелким строительным и ремонтным бизнесом. Проблема, с которой он столкнулся, затрагивает многих. Молодой человек рассказал о том, насколько сложно небольшим предпринимателям получить государственные заказы. Техзадания для участия в тендерах порой составляются очень избирательно и загоняют в тупик. Занижаются стоимости смертных расчетов, устанавливаются нереальные сроки. Возможно, это делается в целях экономии бюджета. Но это приводит либо к ужасному качеству выполнения работ на выходе, либо отсутствием участников. Можно и поговорить и про гарантию, которую несут подрядчики. Она составляет три года. Но как я, индивидуальный предприниматель, могу нести гарантию три года на материалы, которые самые дешевые в смете? Такие условия, в том числе, не позволяют нормально работать на подрядах при капитальном ремонте многоквартирных домов. Хотя подобные бригады, как у Алексея Войчика, готовы делать это качественно и вовремя. Тем более, что программа капремонта в крае сейчас выполняется с переменным успехом, считает Вениамин Кондратьев. Недавно он уже проводил совещание на эту тему, но люди продолжают жаловаться на качество ремонта. Поэтому стоит обращать больше внимания как раз на такие добросовестные бригады, как у Алексея Войчика. Знаете, коллеги, вы мне говорили о том, что подрядчиков у нас нет. Не идут они, сложно. Нужно, значит, чтобы были системные подрядчики наши, у них должна быть системная работа, системные заказы, прозрачные для них. Они должны быть уверены в том, что не выйдут на конкурс и победят. Не потому, что там кто-то за кого-то позвонил, а потому, что конкурс прозрачный. Вот в чем у них должна быть уверенность. Малый бизнес, он прав. Тот человек, который строительный, те бригады, которые собирают сперва, а потом вынуждены распускать. Потому, что ни в каком конкурсе победить не могут. Обращение бизнесмена и ответ на него Вениамина Кондратьева – это четкий сигнал, чтобы усилить в регионе контроль за контрактной системой госзакупок. Необходимо увеличивать в них участие малого и среднего бизнеса, а не создавать препоны. И это можно считать еще одним поручением губернатора. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. А глава Сочи Анатолий Пахомов провел очередной сход граждан. На этот раз мэр ответил на вопросы жителей Центрального района курорта. Встреча прошла в 8-й гимназии и затронула самые разные темы городской жизни. По традиции, перед началом встречи у жителей Центрального района была возможность задать наболевшие вопросы руководителям профильных управлений напрямую. Они касались ЖК Хаздрова, хранения, образования и других актуальных сфер. Больше всего людей интересовала работа общественного транспорта. У меня большой вопрос к департаменту транспорта, когда наконец наши автобусы станут нормальными, чистыми, отремонтированными. Мы провели конкурс. Согласно этого конкурса они выиграли маршруты. И согласно этого конкурса они просто обязаны до 1 июня заменить свой автопарк. И автобусы должны быть, а, все с кондиционерами, б, с доступностью. И я, когда с ними встречался, я им говорил, если бы вы, перевозчики, ходили на сходы и видели бы людей, то вы бы услышали много негатива о том, что ваши автобусы трясутся, что они грязные. Также Анатолий Пахомов отметил, что уже в мае все автобусы должны перейти на безналичную оплату. Во-первых, для удобства сочинцев. Во-вторых, это лишит возможности недобросовестных водителей забирать часть выручки, которую перевозчики могут потратить на покупку и ремонт автобусов. Анатолий Пахомов предложил сочинцам создать народный контроль, чтобы следить за качеством перевозок в общественном транспорте. Другой не менее важный вопрос касался ночных гонщиков, которые после полуночи без глушителей носятся по центральным городским улицам и не дают возможности уснуть гостям и местным жителям. С этим нужно покончить раз и навсегда, потребовал глава от полицейских. В свою очередь, жители КСМ пожаловались на то, что в их активно развивающемся микрорайоне до сих пор нет пункта полиции, ближайший только на Макаренко. Мэр попросил пойти людям навстречу. Тема общественного транспорта под контролем и у правоохранителей. С начала года на дорогах Сочи зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 17 человек пострадали и один погиб. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов на курорте прошла операция «Автобус». Госавтоинспекция реализует в Сочи комплекс мер, направленных на предупреждение ДТП. В первую очередь, это проверка рейсовых автобусов перед выездом на линию на южных и северных воротах города, стационарном посту Магри и ПСУ. Особое внимание уделено междугородним и международным перевозкам. Сотрудники ГИБДД проверяют техническую исправность, транспортных средств, наличие необходимой документации у водителей, соблюдение режима труда и отдыха. Также была проведена встреча с руководителями всех автобусных парков города. Обсудили проблемы аварийности и недопущение нарушений правил дорожного движения водителями. Собравшимся напомнили случаи ДТП, произошедшие в 2018 году, по причине невнимательности водителей автобуса, в том числе из-за сотовых телефонов. Было подчеркнуто, что автобусы должны стоять на территории автопредприятия, а не возле дома водителя. За время операции «Автобус» инспекторы осмотрели 224 автобуса, было выявлено 14 технически неисправных машин. Всего составлено более 40 административных материалов, 10 из которых на должностных лиц транспортных предприятий. В Сочи на пять ТОСов стало больше. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по взаимодействию со общественниками. Председателям пяти новых ТОСов в администрацию города вручили соответствующие документы. ТОСы появились в Калиновом озере, Васильевке, Разбитом котле, Ордынке и Барановке. Теперь в городе 72 органа территориального общественного самоуправления. Это главные помощники муниципалитета, отметил Анатолий Пахомов, связующее звено между властью и народом. ТОС бы не работал как общественность, если бы не было внимания власти. Все вопросы, которые идут от населения, которые идут от жителей района, через совет ТОС доходят и до администрации района, и до администрации города. На координационном совещании по взаимодействию с общественниками затронули тему благоустройства, реализацию проекта «Комфортная среда». Мэр рассказал, что в набережную на Мацесте, например, уже вложили 80 миллионов рублей. В планах потратить на ее обустройство еще 90 миллионов. В первую очередь этого парка набережная уже сделана. Сейчас начался второй этап. Там будет пять детских площадок, будет воркаут, бассейн, амфитеатр. То есть все. Народ настолько радуется. Уже все гуляют, все отдыхают там, принимают участие в субботниках. Мэр особо подчеркнул, все решения, которые принимаются в городе, в том числе и по благоустройству, должны быть согласованы с жителями. Сочинцы должны сами решать, что им больше нужно. Например, сквер или парковка. Надо все вопросы или городские решения, они должны приниматься с учетом мнения нашего населения. Это можно делать по интернет-голосованию. Через вас, через голосование людей, получение через вас полной информации для того, что нам надо, как решить, это обязательно нужно. То есть вы поняли, да, какую мы сейчас перед вами стоим перед собой. Как можно больше общаться и все задачи обсуждать с людьми. Обсудили и тему санитарного состояния. Анатолий Пахомов призвал сочинцев активнее участвовать в субботниках. А в рамках апрельского краевого месячника в Сочи и вовсе весь предварительно собранный жителями мусор с частных дворов будет вывезен силами властей. Бесплатно. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня стартовал муниципальный этап краевого фестиваля конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань». Он проводится пятый год подряд. В первом этапе конкурса приняли участие 17 школьных хоров, более 600 поющих детей. По итогам районных тура в жюри определило участников муниципального этапа. В него вышли 10 коллективов. Участники должны исполнить три песни. Народную, песню кубанского композитора и патриотическую. В жюри преподаватели Сочинского колледжа искусств, музыкальных школ, руководители детских хоров, известные городские деятели культуры. Возрождение хорового искусства такого началось в 2014 году. И у нас практически во всех школах были созданы школьные хоровые коллективы. Сегодня для школы это уже имиджевая история. Сегодня это уже большой коллектив, который создает творческую атмосферу в учреждении. Коллективы, занявшие первые места в каждой номинации на муниципальном этапе, отправятся теперь уже на краевой этап конкурса. Он состоится в апреле в Краснодаре. Ну и сегодня в Сочи стартовал первый этап крупнейшего парусного проекта России. Национальная парусная лига проводит юбилейный сезон. За пять лет существования она стала самой масштабной и престижной многоэтапной регатой страны. Сильнейшие их смены со всех регионов России собрались сегодня в акватории Сочи. Новую страницу истории Национальной парусной лиги открыли участники высшего дивизиона. Водная схватка для сильнейших яхтсменов совершится 24 марта. А завтра к ним присоединятся оптимисты, которые раскрасят парусами акваторию курорта. В воскресенье добавятся участники премьерки. Конки проходят практически у берега. Срители смогут не только разглядеть водные баталии, но и понять, что конкретно происходит на воде. Все действия яхтсменов комментируются. Все самые сильные команды со всей России, от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Петербурга, собрались здесь. И они выясняют, кто самый сильный в Российской Федерации яхтсмен. Какая команда самая сильная. В высшем дивизионе гоняются 25 команд. География участников разнообразна. В этом году добавились яхтсмены из Екатеринбурга, Челябинской и Чеченской республики. Команда самого южного региона страны «Ахмат» уже получила свое достойное одобрение. Яхтсмены победили в зимней серии и взяли путевку в высший дивизион. И руководство серьезное, и планы серьезные, и команда сильная. Для начала хотим на российском рынке себя показать, что в Чеченской республике тоже существует парусный спорт. И я думаю, уверен, надеюсь, это послужит большим началом развития парусного спорта в Чеченской республике. Национальная парусная лига состоит из трех дивизионов – высшего, премьер и детского. Последний примет в октябре «Артек». Всего в этом сезоне пройдет 20 этапов, наблюдать за которыми смогут не только сочинцы, но и жители Туапсе, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Таким образом, лига будет проходить до осени. В регатах примут участие 50 команд и 350 юных яхтсменов, которые в течение сезона будут отбираться на заключительный этап серии. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...